Отбираем у Лёхи последние крохи или же новая колода на обзоре, а именно Джайв Шаман. Все привыкли видеть тотем вариаций и эволв шаманов, однако с новым годом Инза со своим Джайвом изменила всё. Недорогая комбо-колода за 7720 пыли готова сразить даже самых жирных оппонентов, как например Блад ДК с тремя плюс бафами на ХП. Ведь такой мощи, как 7 Рагнаросов на столе, противостоять крайне сложно. Новая и старая карты с перегрузкой выглядят приятно, особенно под бафом Инзы и удешевлениями при помощи нового инструмента Шамана. По Мулигану мы всегда хотим стаю на охоте для сопротивления ранней агрессии и предвидения, чтобы на следующем ходу разыграть Инзу и джазовый бас для небольшого темпа и раскрутки комбы. Саму комбу сделать не сложно, хоть с первого взгляда может показаться совсем иначе. Джайв можно раскопать даже со свитков. Раскачать бас крайне просто, ведь без розыгрыша наших перегруженных карт дожить до комбы вряд ли получится. Да и собрать все части комбы очень просто. Как работает новая ОТК и можно ли считать Шамана конкурентноспособной колодой? Узнайте в этом видео. Ну а если ролик вам понравится и кажется полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А за микрофоном как-то плагиат, и мы начинаем. Но перед началом не забываем, что доп. уже вышел. Если вы вдруг не успели перезаказать у нас ленту наград, то вы можете ее спокойно сходить и приобрести прямо сейчас. Лента наград у нас продается и будет продаваться до конца этого дополнения, поэтому кто не успел, тот не опоздал. Заходите, приобретайте все легко. Также вместе с выходным дополнением мы были приятно удивлены, когда Blizzard добавили возможность дарить два новых бандла, которые содержат в себе алмазного, бриллиантового, как хотите называйте, ETC и несколько паков, и новую алмазную RIN. Да, эти алмазные карты можно будет приобрести через нас подарком, поэтому если вы любите собирать алмазные картинки, если вы хотите еще куда-нибудь задонатить, да, если вы уже купили предзаказы ленту наград, но вам все, мало нового допа, их можно дарить, спасибо Близзам. Уже сотни отзывов, невероятный супер-хайповый гигагарант, и, конечно же, очень удобная система. Если вы уже приобретали через нас что-либо подарком, то вам не нужно ждать три дня, просто напишите оператору, скажите, вот, у меня вот этот вот аккаунт уже есть в друзьях, можно ли мне получить свои приколдессы в течение пары минут? Да, можно. Так что, если вы хотите насладиться с новым дополнением вдоволь, переходите по ссылке в описании, скупайте все, что есть, и становитесь реальной рок-звездой фестиваля легенд. Всем привет и приветствую вас на моем канале. За микрофоном качество плагиат, и добро пожаловать в очередной геймплей по новой мете в году волка. Ауф, как говорится. И сегодня мы с вами после того, как отбабахали на чернокнижнике, после того, как я уже поржал с комментариев по поводу того, что в очередной раз плагич показывает колоды, которые на самом деле не играют, сегодня мы с вами взглянем на шаманчика. И сегодня этот шаманчик не будет связывать, он будет колдовать, и колдовать очень даже жестко. Колода, как вы уже поняли, скорее всего по названию, по заставке, и вообще логично предположить для того, чтобы, ну, если отталкиваться от того, что я хочу вам продемонстрировать какую-то реально хайповую, крутую новую деку, устроиться вокруг нового заклинания джайв-насекомое, которое превращает существ в Рагнароса, и оттуда уже мы и пляшем. Собственно, сегодня мы играем на сборке от Феномено. Кстати говоря, в последнее, точнее в ближайшее время от него будет достаточно много сборок, потому что он, ну, один из немногих, кто, ну, вместе с другими профессиональными игроками и просто стримерами, которые очень много играют в игру, предоставляет в первые же дни довольно-таки неплохие, здравые... Ты будешь бафать это? А, окей. Неплохие, здравые, хайповые как раз-таки дэчки. Тут мужик рассчитывал на то, чтобы выиграть нас за 0 секунд, но как будто что-то не пошло. Окей. Хорошо, попались мы, кстати, против тотем-шамана, а играем мы, как я и сказал, на таком биг-шамане с перегрузкой. Колода имеет в себе очень хорошие синергии, и тут, я думаю, что я не буду лукавить, если это скажу. Так, что там у нас? Хорошо, ему не повезло с тотемами. И давай просто продолжим с пираниями просто. Ну, вот так вот, бам. Затрейдим все не очень приятные нам... Всех не очень приятных нам существ, и попробуем вывести эту катку без использования нашей невероятной магии. Собственно, в колоде куча очень хороших синергий. Одна синергия — это предвидение, которое, ну, в двух копиях в этой колоде имеется. Всегда будет добирать нам всех наших больших существ, всегда будет спаунить нам провокации. Из больших существ же действительно большой у нас здесь глук, как гигант. И... Так. И так. Сказал, бедняк. Так, это 1 плюс 5. В принципе, норм. Да, мы можем это сделать, но потом мы не сможем семерку сделать. Ну, или вот эту семерку. Так, давай подумаю. Можно за два. Ну, мы можем семерку сделать, подожди. Можно бахнуть семерку. Бахнуть борща, как говорится нам. Да, сделаем так. Сколько ты удешуешь? На 3. Сделаем так. Да, сделаем так. Да, я думаю, это правильно будет. Да, сделаем так. И сделаем так. И вот так. Все-таки думаю, что здесь поважнее будет немножко темп перехватить, потому что у него мало карт в руке. На самом деле, вы всегда хотите джазовый бас оставлять под реализацию вашей комбинации. Шорт, скорее всего, уже вышел или в ближайшее время выйдет на канале с нереальными комбинациями, которые я показывал на стриме. Очень эффектно получается всегда. Рагнеросов размножать. В общем, смысл колоды такой. Вы делаете, значит, сетапите комбинацию под существо, которое вы превращаете в Рагнероса, и затем при помощи преступной организации вы просто призываете еще 3 Рагнероса, а за счет заклинания, точнее, не заклинания, а за счет одной из реликвий Асшары, которая копирует, точнее, еще раз сыграет картинку, которая вам позволяет сыграть заклинание последнее, которое вы разыграли за одну ману, вы еще раз копируете Рагнеросов, и там уже как бы не выживет практически ни одна колода, потому что это будет 7,8, 56 урона. Блад ДК с горем пополам, или какой-нибудь Труид на обилке, если вы позволите ему очень-очень часто нажимать обилку. Сейчас мы с вами попались на далеко не самую сильную колоду, она, в принципе, норм, тотем-шаман этот, но, мягко говоря, не супер впечатляет. Ну да, вот он сделает фулл стол, что дальше? Дальше мы просто даем грозу, полный зал, и на этом все как бы. Колода, которая полностью, точнее, очень сильно страдает от АОЕ урона, потому что тотемы не имеют много статов, просто 3 хп, одна гроза сносит все что угодно. Думаю, что после этой грозы игра для него закончится. Просто он захочет консиднуть. И полный зал ставим. Ох, вылупились у меня конкретные ребята, серьезные мужчины. Здесь нам, в принципе, не нужно было придерживаться нашего стандартного вин кондишена, справились и так. Ну, колода против нас, очевидно, попалась не самая сильная. Прикольно, если он сейчас попробует перевернуть, но да, это практически невозможно. Го некст. Итак, следующая катка, и мы с вами попались на ДК. Да, если вдруг этот чел победит, я ему скажу хорошая работа. Собственно, попались на ДК, он играет Ренатала, так что мы больше смотрим в сторону Блад ДК. Сейчас, кстати, вот на последнем стриме получал много сообщений по поводу того, что Блад ДК это какая-то имба, Блад ДК это колода, которую не победить, которая не контрится, и сейчас много на каких-то форумах, не знаю, где нарядите, или на официальном форуме Харстоуна, ноют, что ДК это что-то слишком сильно, ДК это какая-то полная фигня. Не знаю, что им ответить, не знаю, что сказать. Как по мне, в принципе, выигрываемые матча вполне себе, на присте хорошо, на колодах, которые в затяжную играют тоже неплохо, особенно когда у вас есть определенный план. А план у нас, ребята, есть, и мы сейчас его будем, естественно, реализовывать. В принципе, неплохой заход, очень даже, потому что, ну, вы сами видите, здесь все идет как надо, все заходит в руку. Есть Инза, есть как раз-таки полный зал, который потом мы сможем разыграть на шестой ход после него. Да, у Чила, кстати, тоже на нашем оппоненте очень ничего так идет игра, Кателлочка, да, потому что он просто сейчас, оманокривой, играет просто прекрасно. Второй, третий, четвертый, пятый ход у него есть, все идеально вписывается. Неприятно, что он раскапывает сейчас дополнительные заклинания, потому что у нас сейчас нет какого-то такого прям жесткого темпа, чтобы ему ответить, но попробуем. Можем, в принципе, сейчас даже сделать молнию сюда, чтобы просто не получить дополнительный демедж какой-то и сделать полный зал через монетку, тем самым у нас будет уже активированная Асшара, которую мы сможем разыграть, если там пуджа не будет на седьмой. И, соответственно, благодаря Асшаре мы сможем сделать то самое заклинание, то есть дюб, да, преступной организации, возможно, а возможно и джайва-насекомые, хотя его обычно не копируют. Так, посмотрим, забастится ли он на трейд нашей 5-5, хотя, ну, на его месте я бы вообще хрен забил. 45 хп учла. Опять же, все еще в ренже нашего супер-идеального летала. Так, ну, давай, наверное, мы сделаем все еще монетку-шестерку, чтобы его внимание зафокусировать на нашем столе больше, да? Ну, стол, конечно, говна навалили, но хрен с ним. Если будет лоскутик, надеюсь, что не Асшара. Я сейчас такой небольшой аллайн сделал. Не, ну, вряд ли. Магрейн, хрен с ним. Давай, просто Асшару даю. Кольцо приливов, очевидно. И продолжаем чела душить. У нас есть искаженный аккорд, это очень хорошая карта сейчас для шамана, потому что она отлично синергирует с перегрузкой, в которой мы постоянно будем себя находить. И плюс дает достаточно большое количество отхила. Плюс 5 хп, ну, которое до этого конвертируется в 5 урона, это очень даже ничего. Чел, нас по-любому захочет сейчас жестко душить. Потому что он уже высрал. Так, окей. Окей, неплохо. Преступная организация тут только нужна. И еще немножко перегрузиться бы нам. Тоже было бы найс. Так, раз, два, три, четыре карточки. Четыре карточки. Это становится... Так, это становится на три мечта есть два. Угу. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Так, давай затрейдим вот так. Идем просто фейс. Так, ну, нам нужна преступная организация. У нас уже джазовый бас позволяет нам сыграть джайв за ноль. Но next, если мы тапдекаем преступную организацию, у нас есть хотя бы одна карта на столе. А она будет. Потому что исписывающаяся звезда, даже если он ставит душа крада, всегда призывает нам какой-то один дроп. Нам просто нужно одно существо на столе. А, и плюс еще мурлок пробуждается. Тоже найс. Плюс у нас, видите, промежуточный темп есть на столе за счет этого, боже, полного зала. Полный зал оказался не таким уж и говном. То есть тут как бы, да, плагич уже начинает соображать, что из него обзоршек карт не очень. Но буду доталово говорить, что очень. Можем с закаленного гейзера попробовать раскопать преступную организацию, если она не зайдет нам, да? Попытаться, по крайней мере. В остальном сейчас мы его в нормальном таком напряге держим. По хп. Штубная организация пришла, е-мое. Так. Сейчас подумаю. Мы сейчас освобождаем кристаллы перегрузки. Мы можем сейчас еще раз перегрузиться джайвом этим же, да? Сейчас, давай сделаю. Нужно по-хитрому трейдиться. То есть это надо трейдить. И можно и не по-хитрому, на самом деле. Можно наглого зафокусировать его полностью. Можем никуда не торопиться, мы не умираем здесь никак. Да, тут вообще как будто не по шансам умереть. Так, давай немножко подсливаем наших существ вот так вот. Вот, в принципе, торопиться нам некуда. А стол бы почистить не мешало бы. Стол почистить не мешало бы, да. Никаким образом... Ну, минус была ДК заключается в том, что никаким образом он не может контестить... Быстрый бирст дэмэдж, да? Может выдать какой-то стол неприятный. Но вот по поводу бирста очень сомневаюсь. Душекрат это как раз-таки тот ход, который мы хотели от него получить. То есть он сейчас чистит стол, тем самым все меньше целей у нас под косые попадания Рагнароса. В остальном пофиг. Так, ну чё? Четыре меньше. Давай перегруз. Так, сейчас. Раз, два, три. Восемь. Так, шесть. Не, ну это... Что-то я, мне кажется, перебздил. Даже перебздил немного. Сколько там? На пять. Да, то есть мы сейчас делаем. Наверное. Так. Да, но он решил не ждать Итак, следующая катка попались на ДХ То ДХ, то ДК Выбирайте, что будем хавать Такс, ну что Старт, в принципе, неплохой Два джазовых баса тоже темп могут дать Очень неплохой Хотя тут какой темп не ставь Всегда тебя перетемпит этот рогатый чмошник Но можем попробовать Быть типа крутыми Можно попробовать быть крутыми И его Контестить Собственно, пришла Асшара Наш вин кондишен тут скорее Заключается в том, не то чтобы сделать Какой-то супер комбу Как мы сделали с С этим Поняли, не поняли, ну да С обобиком на ДК Ни сколько сделать комбу, сколько просто выжить Кайфануть Ну, как обычно, сдача очень неплохая у чела Там полетят драгуны Вот эти Или драгуны 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 это вообще неприятная тема Совершенно мне не нравится Кстати, игра концепт Хочу отметить этого Мне очень нравится Концепт Позика Позик это вообще Забей Картинка Заставляет тебя 6 маны тратить на каких-то беспорезных аутиоботов Чтобы, ну, дальше не высираться Для агроколода Это прям то, что нужно Так, ну А нам что нужно? Правильно Нам нужно сейчас каким-то образом Накопать Ремувлов Которые позволят нам стол зачистить Который сейчас чел выдаст Потому что сейчас он выдаст Ну, знатные сраки такой Давай, давай Ставь, ставь, ставь Ставь, не стесняйся, фрик А, ну мы и так чистим Окей, не страшно Так, 5 это стоит 2 Это стоит 0 Ну, мало как-то Anyway Так Так, стоп Если ставлю так Это стоит, нет, слишком дорого Давай Сделаем молнию Давай раскопаем Еще есть гроза Вау Челлаут есть Вау Ну Как будто Как будто Вторая гроза Это то, что нам нужно Давай грозу даю Пусть чел обосрется Перерасход бы здесь найти А то как-то по мане неприятно Жалко, что мы это все сделали не под джазовым басом Но просто не было времени Зачистили стол Сидим Уф Приятного мало Еще одна гроза Приятная есть Так, а можно мне отсюда О, кстати, здрасте Я это возьму Вот и отхил пришел Так, ну от агрессии отбились ранее Есть королева Асшара Возможно даже мы сделаем королеву Асшару В гиганта какого-то Ну, надо смотреть Да емае, на чем ты играешь? Ты че, сумасшедший Капец И ему раляется, естественно, реликвия За шесть последний Чтобы она удешевила на три Ну Кому расскажи Ладно Ладно, ладно, ладно Окей, что я буду с этим делать теперь? Деступная организация есть Зэй что-то не радует? Не, это тема Ну, давай через рог сыграем Ладно Так, 10 урона на столе Супер все Ужасно Не будем скрывать Да, можно сделать джазовый бас Сейчас с монеткой На next Кастануте Это, это, это Ударить удешевительно Два, блин, фигня Фигня, фигня, фигня Фигня Просто так Сделаем Ну, вы видите Что я от вин кондишна отхожу Оставляю здесь Матч за рогом древних Тапдек шестерки Верь в то, что подкрутки в игре нет Если ты много выигрываешь На какой-нибудь колоде неметовой И главное, братик, верь Что это все, чел Что это его обычная игра На этой колоде А не его лучшая игра всей жизни Главное, верь Я вот верю Молния пришла Что у нас по... Глук Нифига Нифига себе Ну, мы попробуем Так его остановить Не знаю Классно бы было Нашего гиганта Как-то Размножить Преступной организацией А, он, кстати С преступной организацией Как будто количество размножится Он же всегда Свой хвост призывает Возможно, там глугов не будет Там будет типа два глуга И все За 8, фигня Это можно есть, да А, он Классно Я ссор Только стои с кузни Меня не поймать Хватит Обедать пора Следующая катка Попались на Очередного Умстр... Ой На очередного ДК Очень мне нравится Играть против них ДК, ДХ, ДК, ДХ, ДХ, ДХ ДК, 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 ДХ ДК, сначала тот Потом это Потом ДХ Потом ДК Потом ДХ Потом ДК Потом ДХ Потом ДХ Классная обнова Спасибо Близзы Собственно говоря Надеюсь, что вот этого Бомжа мы Накуканим Потому что я уже устал Мне откручивают И я сейчас Буду паранойить И ныть Что это все Вообще подкрутка И все нечестно И все так Джазовый бас Асшара Сейчас с предвидения Добираем инзу Делаем предвидение Потом ставим инзу Развиваемся на столе Ставим Асшару Быстрее, чем он Сделает своего вонючего Лоскутика И выносим его комбинацией Вот такой вот план Капкан Вот так вот Вот такой вот план Капкан Все, решили Поехали Решили, что делать Так, ну это он Затрейдит по-любому Не знаю, можно даже здесь Разбиться Я там не собираюсь Как-то Сидеть и прям Даталово Предь над этим Этой одной единицей Прочностью Джазового баса Поэтому вот пусть так будет Все в принципе Неплохо Все даже я бы сказал Хорошо Тьфу-тьфу-тьфу Арканит и потрошитель Здесь мужик будет Контестить наш темп Потому что Бладыка завезли Как раз таки Темпича нормально Ну ничего страшного Ничего страшного Есть гроза Пришел джаев даже Господи А что такое А где что-то сдохло А где что-то сдохло Что у меня в принципе Сейчас игра пойдет Но главное не сплюнуть тут Так, смотри Что у него есть Из таких противных карт 5 маны 3-6 Вообще жесть Оказалось Картинка куда сильнее чем Ну хотя Я вроде как ее называл Довольно сильный Но что она такое большое Распространение получит Бладыка Было немножко неожиданно узнать Это очвиха С похищением жизни Которая спавнит В зависимости от того Насколько похилился ДК Ну или добавился брони Такие же статы Существ с такими же статами Фанатов рока Это жесть Лучшая песня Я еще не писал Верим Мы главное верим Есть гроза Есть гейзер Есть например даже гроза Выскаженный аккорд Было бы даже приятнее Это сделать И соответственно Асшара Он решает не трейдить Инзу Интересный выбор А нет Все таки будет трейдить Окей Все равно Вообще пофиг Пофиг Ой перерасход пришел Ё-моё Ё-моё Сделаем так Ну я бы Я бы реально нанес Существу урон Что там по улову Блин По улову Полный понос Давай наверное Заживление Нептулона Можем залутать Ну на некст мы можем поставить Глуга Но веление Нептулона Просто что Саевова будет Ну типа он выиграет нам Немножко темпа И плюс Мы Сможем Асшару Скоро сыграть Это тоже найс Нам бы ее побыстрее сыграть Если челик там Лоскутика готовится нам выдать Да То нам поскорее нужно ее ставить Чтобы Она просто не превратилась в пыль Если ее сейчас Лоскутик вырежет Вместо Глуга То у нас уже не будет Супер пупер комбы Которая обычно намечается С этим Количеством хп Нам и не нужна Комба на фул стол Очевидно 26 хп Это вообще жутко Вот Поэтому Капец чел жадный играет Ну он уже 4 заклинания Раскопал с этих писателей И что дальше Дальше надо монетку Узать Чтобы ничего не сгорело Или горн Горн в обилку Да давай Долби Жестко Но немного непонятно Ок Так Так-так-так 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 Ну давай Просто в лицо Я ему метну Это Можно просто Шару поставить И все Правильно Потом у нас Меньше И меньше Если я сейчас Делаю грозу В перерасход сюда Я даю много лишнего Но как будто Мы даже его заставляем Дополнительно Тут трейдиться У него только заклинание И если я сейчас Выставлюсь Он Стоп Я только Подожди Сколько я кристаллов Освобожу Недостаточно Какой же я лох Как же я плох Какой же я лох Как же я плох Мисплей Мужики Это был просчет Просчет Который сейчас В лоскутика Приведет И в смерть Моя с шары И тогда я просто Возьмусь за голову И начну Разделюсь до гола И начну кричать Но Если табдек Преступной организации То нас вообще Лоскутик Не волнует совершенно Ну Видимо Лоскутика Там нет Поэтому Мы просто Сыграем Не ну Глубо Глубо играть Сейчас Все таки Лучше не играться С огнем Давайте сразу Сыграем Асшару В очевидное Кольцо приливов И будем ждать Часа икс Ну типа Делать Глубо В душекрад На восьмой Это шутка Потому что Мы ему даем Сразу же Четыре трупа Под реализацию Всего подряд Асшара Сама по себе 6-5 туша Ну Так бы 5-5 было В принципе пойдет Сыгра пошла Но опять же Пофиг 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 Просто дайте преступную организацию Стопдека И поиграно будет Просто мужик все поймет А еще Ну Это тебя не спасает Сори Значит Делаем вот так Сколько стоит Четыре Супер Значит Бью так Так На четыре меньше Следующее заклинание Да-да-да Четыре Карта Карта Стоп Стоп Я его не убил У меня же осталось И шар на столе Умри насекомые Умри насекомые Умри насекомые Данная ситуация называется потерпеть фиаско Вау, я сейчас в таком тильте буду Ну, это не душикрат А, это ГГ Сейчас подумаю Валидол, валидол, валидол Вау, с горем пополам победили очередного ДК И на этом геймплей подходит к концу Если геймплей вам понравился Я думаю, что реализация Рагнаросса в таком количестве вам по-любому понравится Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И, конечно же, не забывайте, что код колоды вы сможете найти в описании И в моем телеграм-канале В качестве заключительных слов по поводу этой колоды Хочу сказать, что она, естественно, очень веселая Потому что такие комбинации из кучи Рагнароссов на столе Проворачиваются в тенантном формате в 2023 году Ну, реально круто, весело и хайпово Но, опять же, понимаете, что сейчас такое ощущение Что мета будет закрепляться в сторону доминации ДК и ДХ ДК самая доступная колода И одни из самых сильных карт Даже несмотря на то, что добавили в новом сете для других классов И, возможно, будет вот этот вот осадочек От того, что в суки не дают играть Но посмотрим, что будет Это классический Харстоун Не думаю, что особо что-то будет меняться Ну, а пока есть время Можно вот веселиться на таких вот забавных, веселых и крутых комбинациях Что ж, ну а на этом все Большое вам спасибо за просмотр За микрофон был как-то плагиат Буду вас рад видеть на стримах, которые проходят каждый день с 5-5 вечера по Москве И в следующем ролике, который также я постараюсь выпускать каждый день До скорой встречи и увидимся